Самые страшные животные, из которых составлен наш топ-10, страшны не тем, что опасны, сильны или как-то особенно свирепы, они убийственно уродливые. Ай-ай, мадагаскарская руконожка, ай-ай, само воплощение страха. Она не столько отвратительна, сколько производит впечатление существа, обезумевшего от ужаса. Кабарга. Маленький безрогий олень-кабарга был бы очень милым животным, но острые клыки придают ему вид несообразный и жуткий. Кажется, что такого не может быть в природе, как, например, не может быть злого клоуна. Безволосовая мышь. У нее очень тонкая, можно сказать, просвечивающая кожа, а все туловище покрыто морщинистыми складками, только большие уши остаются гладкими. Рыба-лягушка может достигать максимальной длины 40 см. Это создание может выживать в разных условиях, поэтому в 1997 году его отправили в космос. Там на рыбе-лягушке изучали влияние микрогравитации. Альмиква. У альмиквы черного, бурого или темно-коричневого ночного животного короткие лапы, продолговатая голова, крохотные глазки, подвижный нос, а его кожные железы выделяют запах, чем-то напоминающий козлиный. Рыба-капля. Очень необычное существо, что видно хотя бы по ее фотографии. Она живет на больших глубинах около побережья Австралии и Тасмании. Черевяга-эзелта. Земноводная, вроде жабы или ящерицы, только у него нет ног. Еще у него нет глаз и легких, дышит оно кожей. В общем-то у него ничего нет, но для того, чтобы прославиться, ему хватило внешнего сходства с пенисом. Его так и прозвали пенис-змей. Китоглав или королевская цапля имеет неприлично большое по отношению к размеру тела хлебательный аппарат. Мало того, может быть китоглав и в самом деле король аппетита, но клюв у него выглядит отнюдь не по-королевски и напоминает облезлый башмак. Носачи обыкновенно отличаются крупным носом и большим брюхом. Питается семенами, листьями и зелеными фруктами. В отличие от других приматов, пользуется хвостом не для хватания, а только для баланса. Осьминог-думба. У него на теле похожие на уши плавники. Живет на глубине 300-400 метров, может дорасти до 20 сантиметров. Принадлежит к небольшим полугелеобразным осьминогам.